Драгоценные рыболовы, рыбоеды и ценители морских деликатесов Перед вами настоящая Тихоокеанская сель Не алюторская, не обычная Тихоокеанская селедка В общем, ту, которую вам выдают за алюторскую На самом деле алюторская сель гораздо шире и крупнее И вылов ее ограничен Поэтому торговые сети хотят представить обыкновенную Тихоокеанскую селедку Которая стоит в магазине 70 рублей Продает ее за 180-200 рублей А пишут, что это алюторская А это обыкновенная Тихоокеанская сель Ну, на крупное тоже и кряное, то есть и крайней А если взять атлантическую сель, то она на 3 четверти меньше этой И уже гораздо Она такая немножко на торпеду похожа Ну, вы можете сравнить даже вот Нож для рубки капусты Вот, китайский Ну, например, такой вот небольшой И эта селедка Разницу видите Так что ту селедку, которую сейчас, честно говоря, продают в магазинах Это то, что не смогли продать за границу Эту селедку заморозили в Китае И поставляет к нам в Хабаровский край, как доступная рыба И на ней этикетка с китайскими рублифами Хотя поймана она нашим сейнером с РТМ Не помню, как название Ну, не будем там создавать моряков Которые просто зарабатывают своим тяжелым трудом хорошие деньги Ну, рыба должна быть у нас в России Вот такая, а не такая дохлая селедка Которая ржавая и мелкая У нас продается в обычных магазинах и больших торговых сетях Кстати, да, вот так должна выглядеть селедка Которую вы собираетесь посолить Да, если вы хотите посолить И чтобы не платить, допустим, за селедку Которая стоит 350-400 рублей соленая Килограмм Возьмите за 70 рублей вот такую хорошую селедку Свежемороженую Свежемороженую Оттайте ее, засолите посолом Семужным, который Ну, конечно, недолго вы будете эту селедку хранить Но вы ее в течение недели съедите Она очень вкусная, малосоленая Пить вы не будете И почки свои не посадите Так что здесь на вкус и цвет товарищей нет Конечно, в магазине легче Купить сразу съел, да и все Но она очень соленая И потом пить хочется И кто уже в возрасте сразу чувствует И почки начинают болеть И кишечник Лучше, конечно, ее самому засолить Вот из такой мороженой И, во-первых, можно долго хранить в холодильнике Хоть год мороженую Когда заходите Морозилки Морозилки, да Когда захотите засолить Выточьте ее В холодильной камере холодильника Разморозьте Ну и посолите по нашему рецепту Зайдите на наш сайт Кедаморет.ком Там конкретно все мы описываем Солим мы эту рыбу Мне сейчас 63 года Ну, посчитайте Если я после армии сразу поступил в рыбоколхоз Имени Кирова на Сахалине На Сене Я вовил эту селедку И в рыбцехе Солили ее И я сам солил По комсомольской путелке Мне туда отправляли Поэтому опыт Как промышленного засолва Так и для себя любимого Конечно, у меня есть И я засолил ее И для друзей И для родственников И все были довольны И быстро съедали эту селедку А ту селедку, которую мы солили В рыбцехе Ну, мы ее отправляли в Москву Ну, наверное, там ее съедали Но мы ее не ели Потому что она слишком соленая И там всяких много Добавляется химикатов В том числе и бура Для того, чтобы Ну, она чтобы сохранилась долгое время Ее просто солят В чанах В бывших японских Там, допустим, у нас в рыбцехе Слой селедки Несколько мешков соли крупной Слой селедки И так ее засаливают Она дает тот звук Такой черного цвета Ну, выходит из нее кровь Она превращается в черный цвет Потом Зюзгами Ну, это такая лопата Из сетки Закидывается в бочонки Уже, ну, осушенная как бы она Ну, так как из нее уже рассол пошел И влага вся вышила За счет того, что солили крупной соли И соль крупная из нее вытягивает влагу И за счет осмоса Остальная влага тоже выходит в тузлук Ее в бочки заливают через пробочку такую Новым свежим тузлуком Из пресной воды В типяченой Отдельные готовят Специальный тузлучок Ну, там добавляют соответствующие консерванты Но они вам нужны Эти консерванты Когда вы можете обыкновенную рыбу взять И без всяких консервантов Обычной соли засолить Сколько... Ну, у нас на сайте несколько видов рецептов Как вам нравится То есть и соленость можете отрегулировать И вкус И рыба будет у вас просто класс Поэтому рекомендую засолить селедку в домашних условиях Такой будет спина, такая будет Мясо будет такое тверденькое, такое плотненькое Вкусное такое, жирненькое Пальчики облезешь И икра будет такая хрустеть у вас на зубах И такая будет светлая, янтарная Так что заходите На сайт И там у нас все есть То есть целый раздел Как посолить селедку в разных вариациях То есть на любителя Или сухой посол Или семужный Или в тузлуке Ну, кто как хочет То есть попробуйте и так, и так Кому как понравится И будете каждый день у себя дома Сосаливать селедку для себя Для родных, для близких Да, можете ее солить и торговать Разница в цене получается Допустим, селедка будет Это в пределах 100 рублей 100 рублей стоит А соленая она уже доходит до 500 рублей Вот у вас разница в цене Если заставить дома селедку И продавать ее То я думаю, будет выгода 500% Это вам идея стартапа От Петра до Криллиона Да, стартап можно запустить Прямо на улице торговать Я не знаю насчет, как это будет В правом отношении Но бабушки могут, наверное, торговать селедкой С своего посола Мы, кстати, в городе Шахты В Ростовской области У дедушки купили целое ведро Азовской, Черноморской селедки Укропчики посоли Ну, была вообще замечательная Она миленькая такая По размеру она вот в эту селедку Штук, наверное, 6 поместится Ну, такая была вкусная Еще с укропчиком Да, в общем, ссылки все в конце этого видео Там нажмете Зайдете на сайте До моря И там целый раздел про селедку Ну, и там, кроме того, еще про всех других рыб И не только рыб Там морские рецепты Там и моряки не только рыбу уже едят Борщи там Мясо там жареное Ну, и всякое-то мясо Шашлычки есть Там все, что ходить И, кстати, осталось два месяца до Нового года И вот с этой селедки Там есть множество салатов, кстати говоря Салатов там Еврейских, которые все говорят Что это селедка под шоу И на самом деле Это еврейский салат Это еврейский классический винегрет Винегрет, да Вот так Ну, все Удачи вам И хорошего аппетита Подписывайтесь на нас И обязательно пишите комментарии Да, комментарии пишите Что вам интересно Мы вам расскажем А если что-нибудь вам нужно рассказать Мы уже постараемся вам рассказать Опыт имеется